друзья всем здравствуйте всем привет давайте без вот лишних каких-то вот этих вот всех прелюдий всего от этого прочего просто я вам хочу сказать что сегодня я посмотрю не совсем gta сам пускай ютубер вернее вообще не gta сам пускай ютубера а gta ютубера полика и моего давнего старого знакомого просто давайте я сейчас все это сделаю а резон или play феникс айпи а также мой никнейм а также мой промокод также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика в общем то сегодня мы посмотрим видос под названием существует ли президент америки в играх gta я уже начал смотреть данный видос в начале своего стрима или там в середине в конце приходите на стримы ставьте колокольчики готовьте мне деньги донать это он кстати вот эту вот заставку он кстати украл у одного очень известного человека я не буду говорить какого загрузка контента это кстати он тоже украл из игры gta 4 вот загрузку от этого смотрите приветствую но шведу алекс геймплей геймплей это из вот сейчас геймплей был до этого из давайте рассмотрим повнимательнее до этого был а вот смотрите вот это вот из gta 4 он украл внимание обратите внимание потом значит вот этот вот а геймплей ты игра gta 5 то есть он украл оттуда вот машину дорогу александр все остальные вещи обычно играют вот тут вот он украл вот эту всю миссию вот этот весь геймплей из гитая сити понятное дело проходим сюжет знакомых и что проходим сюжет вот из гитая сандреса он это украл разуме узнаем всякие истории и божьей он узнает конечно у кого крадет он эти все истории даже натыкаемся на необычные события в которые он крадет он крадет с собой делать но из внимания упускается такая вещь как глава газ как то что он украл вот эти вот все факты до этого вот эти вот все свои логотипы вот это все прочее то есть для самой игры это особо и не нужно ну конечно не нужно какие-то там указывать авторство то что у кого он все это кредит и внутреннего мира вполне любопытно кто же любопытно любопытно у кого он все эти факты берет америка и на протяжении сюжетов гэтаж на посмотрю я хочу ответить на данный давай ответим на вопрос маленькое отступление отступление у него конечно я увлекаетесь историей особенно не особо брошенными и утерянными он раша а но он раши он кстати украл эту рекламу анон раши отельной манере анон раши знает что еще вот это вот все показывает разные любопытные места да и про машину он тоже не против поговорить что можно сказать коробка четырехступенчатый отлично главное чтобы поляка и не украл автомат пулемет автомат скажу что полуавтомат видно что человек любит свое дело и готов показывать зрителю что готов даже знаете закупать рекламу у никого такого человека по александр полякова и оригинальная в его роликах чувствуешь и определенная волна на которую волна которую поляк крадет можете настроиться и вы если заглянете на канал если не будете вырывать факты и ознакомитесь с его работами а ну блять раз в три месяца видосы выпускать конечно братишка скоро наберешь свои заветные сту но он раша ссылка в описании он рашен давай анон рашен возвращаемся к резидентам вот кстати звуки он украл из игры gta 4 сведений на эту тему в самих gta немного но если в дима не особо много да типа нестись к внутриигровым а то можно узнать что поляку грамм сайтом только лишь какую картину нам все же удастся составить и узнать как о настоящих президентах о которых мы слышали в жизни а какие же мышленных относящихся то вы можете мир у игры упоминание о наиболее раннем президенте можно услышать передача история liberty city на телеканале cnt в gta 4 вот это вот все он украл а так сказать из gta 4 вот этот счет то есть он сам признался тут то есть тут уже более-менее такая у него вина это капиталисты все сделают если вы читаете все вот эти вот штуки то есть ну я думаю понимаете как мы увидели здесь упоминается томас джефферсон который был третьим президентом амир я он пожил и 8 лет чел пожил охуеть еще блин занимал этот пост в начале девятнадцатого и банутся а нахуй он восемь лет то прошло как он мог были пост президентский занимаетесь ли он восемь лет жил можно предположить что именно в его честь мог быть назван район в лос-сантосе из гтс она мог быть это он украл там же гостиница где проходила одно из заданий но в любом зуде вот этот вот геймплей он из гтс андрос украл я вам просто подмечаю что база историческая личность а что же нам известно о современниках что же известно стоит во главе страны прямо во время событий той или иной горящих уйт начать стоит свой сети ствола и сидела вот тут он указывал логотипы сейчас украл данный момент так как их охуительно брат поляк это просто охуительно блять просто вот это 86 на вот этих вот черных но бог бог ладно не будем уже ты наиболее тоже придет и серии и проходит в 1980-х годах в жизни с 81 по 89 годы президентом сша был рональд рейган ну ладно я он тоже мало пожил прикиньте ебать 8 лет что-то не все для 8 лет живут одно вид ему лет вы узнает эту историю обратимся на официальный сайт gta 3 кстати полный обзор этого сайта можете найти на моем канале ну бля он еще и сайт украл мы откроем сведения о филе кэссаде то прочитаем о том что этот персонаж участвовал войне в никарагуа при администрации рейгана участие фила в этой войне конечно само по себе спорно но лучше обсудим это как-нибудь другую руки и нас а сейчас нам важно налить картинку эту упоминания этих событий ведь при президенте рейгане сша действительно поддерживали одну из сторон гражданской войны для фотки на пленку пиздец охуительно посмотрите типа фотка будто бы живая для фотки на пленку это прям любовь и карагуа которая шла с 81 по 90 годы на пленкой будет смешно если типа просто там сверху наложенные вот эти все потертости раз выпадает на время событий вайсити stories и вайс сити динокал геймплей пара мелочей которые имеют существенного значения но помогут подкрепить мысль о существовании рональда рейгана в качестве президента в gta во первых это знаменитое изображение которое можно найти за стеной в магазине оружия вайс сити на втором острове где значит что президент реально был он горбачев ебать за сам рейган и до разу же горбачев а во вторых изображение этого президента находится на официальном сайте gta вайсити у всех чу сайтов это самое все есть далее мы можем узнать кто является президентом страны во время тоже является gta 3 и поможет нам в этом одна из статей издания liberty 3 от 1 февраля двухтысячного года которые можно найти на одном из скрытых сайтов rockstar скрытые сайты он еще какие он даже сайты скрытые воруют рокстар вы ничего от него не спрячете просто я не знаю бегите называется вот такой же которые могут возникнуть в либерти сити мне говорится о том что новоизбранный президент джордж буш отправляясь в большую младшую сделает свою первую остановку в либерти сити местные правозащитники собираются доложить новой главе государства о тех бедах которые стремительно набирают обороты в городе и для одной стороны мы можем понять что президент не просто существует в игре а еще и подразумевает его конкретное участие в жизни города и что касается настоящего джорджа буша то в жизни он был блять тоже восемь лет пожил президентом сша с 2001 по 2019 года напомню что события gta 3 как раз разворачиваются в 2001 а сам выход игры состоялся осенью того же года это пожалуй единственная часть gta где по сюжету президентом является тот же человек что и был главой страны прямо во время выхода игры в продажу и я более чем уверен что стадион имени буша располагающийся на острове стаунтон назван либо в честь этого президента либо в честь его отца джорджа буша старшего как или младшим пост главы государства с 89 по 93 я хочу тут что-то все немало живут тут кстати можно предположить что буш старший и подразумевается как президент страны во время событий gta san andreas находивших в 1992 но увы прямых упоминаний об этом я не замечал он украл это кстати с гта вот это он сейчас с гта 4 чекаясь по сюжетному миру gta дальше мы из 3d вселенной переходим в hd а именно в gta 4 в 2008 год и что любопытно отметить в этой новой железной разработчики отказались от упоминания современных президентов и создали совершенно новую личность под названием джо лоутон в четверке если зайти в сеть можно найти страницу о соревновании по игре в покер и там есть небольшая статья в которой говорится о новом законе принятом джо лоутоном по этому закону люди не могут осуществлять платежи на сайты с азартными играми и потому любители покера больше не могут играть в него по сети соответственно они очень недовольны действиями президента а вот в одной из новостных статей в эпизодах liberty city напротив лоутона восхваляют за некое выполненное обещание по которому экономический спад сша должен прекратиться и страна продолжит развиваться но это конечно же больше на словах по этому изображению кстати можно предположить как выглядит президент но быть уверенным здесь нельзя возможно это просто предприниматели финансисты или политики она уже сказано в статье также по радио в эпизодах четверки можно услышать некоторые подробности он это украл что тут геймплей запи зубы в четверке не знаю как вы смотрите этого лоутоне они из разряда теорий заговора но все же это нахуй не интересно он все это украл опять нахуй нам это смотреть то блять неоднократное упоминание этого президента происходит и в пятой части гт что кстати дает понять что он остался на 2 срок и это к слову напоминает барака обаму который был избран 2009 почти как лоутон и позже был период еще все президенты так живут-то малый ёбаный в рот блять 18 лет пожил он снова и при этом отмечу что по политическим взглядом они явно отличаются поэтому нельзя утверждать что обама был прямым прообразом президента в гта а джо лоутоне можно услышать во втором задании от чудаков и незнакомцев из гражданского патруля а зайдя в лайф ин вейдер и посетив страницу дэвина уэстона можно наткнуться на запись в которой он утверждает что имеет связь с его женой и что сам президент обращался к нему по экономическому вопросу после задания по угону вертолета с военной базы в блиттере появится вот такая запись а под после того уйдем и даже что не был участвует совершенно безумной погоне в аэропорту чтобы вернуть фильм соломона ричардса все в том же блиттере можно будет найти вот такое сообщение и очередное возмущение в сторону джо лоутона появится после налета на здание фрб в общем как можно заметить при любом неблагоприятном событии все обвинения летят в этого президента по итогу данного разбора получается примерно такая картина но если дождемся новой части gta может быть нам удастся узнать о новых лиц а может и не дождем из единицкое кресло кстати вот эти все картинки украл мере grand theft auto кстати любопытно что дональд лав которого мы встречали в gta 3 вай сити и liberty city stories был основан на известном американском предпринимателе дональде трампе который уже после выхода всех названных частей gta был президентом сша с 2017 по 21 год поэтому учитывая то что love упоминается в 5 gta можно выдвинуть предположение что после второго срока джоу лоутона где-то в том же 2017 президентом может быть как раз дональд лав но понятное дело это всего лишь мой вариант любительской теории конечно любительской теории дурак вашим оценкам и отзывам я все понятно мы главное чтобы мы вот эти вот оценки отзывы не крали всем спасибо за просмотре резона рули play феникса и описание мой никнейм данте коннер тоже там же всех люблю всем пока